Следователи выясняют, почему сирота, выпускник Омского детского дома, уже три года живет на теплотрассе. О непростой судьбе молодого человека стало известно благодаря петиции о Мичке Тамаре Гулиян. За сутки обращение набрало более 100 тысяч подписей. Почему молодого человека даже не включили в очередь на получение жилья, знает Александр Руяткин. Последние три года, похоже, Сергей жил как раз-таки вот на этом месте. Здесь до сих пор разбросана какая-то старая мебель. Там вот лежит матрас, лежат какие-то ботинки, есть даже одежда, сумка. Летом его подкармливали местные жители. Кто-то помогал деньгами. Но понятно, что зимой в таких условиях просто не выжить. Сергей родился в Теврийском районе, в селе Пустынном. Сирота с раннего детства. Сначала жил в доме малютки, а потом его перевели в Омский детский дом. Когда парню исполнилось 18, просто оказался на улице. Ответственный за его судьбу социальный педагог, по словам автора петиции, не исполнил своих обязанностей. В результате чего в очередь на положенное по закону сиротам жилье он так и не попал. Документы затерялись. Ходила очень многим. Станция была. Меня швыряют туда-сюда, как в футбольный мячик. Просто это можно нежно сказать, выразиться. Куда не пойду, это не наше дело. Я его не знаю. Ходила я и в училище с ним, в колледж, где он учился. Два раза туда мы ходили с ним. Там обещали помочь нам с паспортом. Но, как выяснилось, я потом звоню, на телефонные звонки не отвечает. Достучаться до социального педагога вообще невозможно. Я ей писала, звонила, что умоляю вас, возьмите трубочку. Я по Сергееву Минаеву. Мне надо помочь. Ребенок живет на улице, 35 градусов мороза, холодно. В общем, я не могу достучаться до власти. Сейчас молодой человек в тепле и под присмотром. Возможно, даже слишком пристальным. Сергей Минаев две недели проведет в спецприемнике «Красный пахарь». Общаться с прессой ему запрещают. В полицию парень попадает не первый раз, но в социальные службы уверяют. На произвол судьбы молодого человека никто не бросал. Тот сам виноват. Документы потерял. На встрече с социальным работникам не приходил. Со своей стороны мы все сделали, вот то, что от нас требовалось. Здесь, конечно, в большей степени его должна быть заинтересованность и его отдача. Когда, если социальный педагог ему звонит, что нужно подъехать, то нужно подъезжать в тот момент, когда его приглашают. Это не через три недели или через три месяца даже. Вот такая ситуация получилась. Впрочем, как и куда звонил социальный педагог, непонятно. Телефона у Сергея нет. Специалист, который занимался оформлением документов для сироты, сейчас в отпуске. Сопровождением занимается другой работник. Подключилось и Министерство образования региона. Сейчас они планируют поместить Минаева Сергея в социальную гостиницу, которая находится в школе-интернате номер 16. У нас, к сожалению, такой гостиницы нет. То есть они ему помогут восстановить документы. Часть мы уже начали и все документы передадим, чтобы работа не пропала и время не терялось. Потому что ребенку уже 21 год, и чтобы встать на очередь, ему осталось всего два года. Как пояснили в Министерстве образования региона, у Сергея Минаева есть два варианта решения жилищного вопроса. Если он напишет заявление на постановку в очередь в администрацию Теврийского района, то окажется в списке на получение квартиры 19-м. Если пожелает получить жилье в Омске, то здесь никто даже не берется сказать когда. В городе детей-сирот в разы больше – около 5,5 тысяч человек. Новоселье каждой ждет 3-4 года. В этом году его отметили лишь 180 человек. Александр Уяткин, Дмитрий Головко. Новости здесь. Омск.